Функции движения выполняются с помощью нашего джойстика. Также поворот силосопровода, управление дефлектором силосопровода, функции подъема приставки, автоматический режим копирования рельефа почвы, основная работа основной гидравлики, клавиши. Также у нас установлен терминал с сенсорным управлением. С него также осуществляются основные настройки машины. Привод приставки и питающий аппарат у нас ядростатический. У нас установлен здесь редуктор. Здесь имеется контрольная пробка и заливная пробка. То есть в процессе работы, потом рассмотрим инструкцию по эксплуатации, здесь необходимо контролировать уровень масла. Нижняя контрольная, верхняя заливная. Сливная снизу. Питающий аппарат. У нас на питающем аппарате имеется три редуктора. Редуктор привода нижней вальцевой группы. От него же осуществляется привод на редуктор угловой. И установлен с правой стороны редуктор привода верхней вальцевой группы. Значит на редукторе привода нижней вальцевой группы у нас имеется глазок, которым можно проконтролировать уровень масла. На верхнем редукторе, на угловом, у нас установлен щуп. Выкрутил, проверил уровень масла и при необходимости долил. С правой стороны, на редукторе привода верхней вальцевой группы, также имеется глазок. Имеется глазок для контроля уровня масла. Вот здесь. Значит, у нас... Что? Ну, заливается тоже или нет? Да, масло доливается вот здесь, через сапон, сверху. Он можно через него доливать, так же он, как сапон. У нас на питающем аппарате установлено шесть вальцов. То есть верхний пакет вальцов, нижний пакет вальцов. На первом вальце, нижней вальцевой группы, в вальце установлен металлодетектор. Нужен для того, чтобы отслеживать наличие в массе металла. А на редукторе привода верхней вальцевой группы установлен датчик. Датчик ускорения. То есть при попадании народных предметов, таких как камни, там, еще что-то, наш передний валец резко поднимается вверх, ускоряется. Датчик отслеживает это. Электроника понимает, что что-то заходит в питающий аппарат и резко останавливает питатель с приставкой. Вот. У тебя появляется на терминале звуковое сообщение, информационное такое сообщение, и ты понимаешь, камень это либо металл. Ну, то есть, это системы, они связаны, они как бы в одном, но они выполняют две функции. То есть металлодетектор отслеживает наличие металла, а ROG-PROTECT отслеживает наличие камней. Металлодетектор и ROG-PROTECT, да, отстраиваются с терминала, чувствительность можно изменять. То есть, скажем, на работе, при работе на траве можно поставить выше чувствительность. И при волках, ну, больших волках, опять же, чтобы не срабатывало ложно, можно чувствительность уменьшать до разумных пределов, да, то есть не отключать его, а уменьшать. А на кукурузе, наоборот, так как у нас камни маловероятно, что попадут в приставку и, соответственно, в питающий аппарат, мы чувствительность уменьшаем. Потому что на кукурузе поток массы очень большой, и он может заходить неравномерно, и наша электроника может воспринимать это как инородный предмет, как камень. Поэтому на кукурузе мы значение опускаем до минимума. Установлен датчик также crop-контроль. Датчик нужен для того, чтобы отслеживать урожайность. Масса. Это в терминале можно посмотреть. Этот датчик нужен только для информации, чтобы отследить на работу машины, он никак не влияет. То есть он не ограничивает пропускную способность либо производительность машины. На данной машине установлена кукурузная приставка изи коллег 750-3. 3 это означает, что приставка сэндвич. Она складывается секция на секцию. У этой приставки плюс, что у нас перед кабиной более обзорность высокая. Она не закрывает по краям кабину. То есть у нас механизатора все видно как на ладони. Значит, на что хотелось бы обратить внимание на данной приставке. На данной приставке установлено большое количество редукторов приводных. И также на них необходимо контролировать уровень масла. Также обращаю внимание, у нас в центральной части установлены чистики. Чтобы не происходило забивания, необходимо кукурузную приставку всегда очищать от остатков растительной массы. Если что-то где-то накапливается, то при ежедневном техническом обслуживании мы должны это все отсюда ликвидировать. На данной машине установлено поперечное копирование рельефа почвы. У нас имеются копиры. Установлен здесь датчик. С помощью данного копира происходит копирование рельефа почвы приставкой. То есть машина сама, основываясь на показания датчиков, регулирует приставку относительно земли. Также мы устанавливаем высоту среза. И машина сама старается сделать высоту приставки относительно земли оптимальной. Если мы установили 30, она будет плюс-минус 30 см. На данной машине установлена система Автопилот. Она необходима для автоматического вождения по рядкам кукурузы. Значит, работает данная система с помощью вот этих двух щупов, которые определяют рядок. электроника машины отслеживает это и затем управляет задней осью.